ГТРК Чувашия и РУСФОНД продолжают благотворительную акцию помощи больным детям. На этот раз мы просим оказать поддержку 8-летнему чебоксарцу Илье Голубовскому. У него детский и церебральный паралич. Мальчику требуется продолжение лечения, но у семьи не хватает на это денег. Ты быстро не иди, спокойно. Вся жизнь Ильи — это борьба с болезнью, борьба за право ходить. Причем благодаря трудолюбию, упорству и спортивному характеру мальчика успешная. Только за два последних года он начал самостоятельно ходить с тростями-крабами. До этого мог передвигаться только с маминой помощью. Добиться таких результатов помогли занятия в Московском институте медицинских технологий. Нам важно укрепить все-таки еще ноги, чтобы он мог самостоятельно стоять и начать самостоятельно ходить. То есть мы верим в то, что рано или поздно это произойдет. Просто нужно очень много стараться, трудиться, и тогда все получится. Илья каждый день стремится к мечте. От занятий не отлынивает, никаких поблажек себе не дает. Только к тренажеру делает по несколько подходов за раз. Помогает ему заниматься спортом и брат Паша. Они с ним двойняшки. Только Павел смог догнать по физическому развитию сверстников, а Илья еще сражается за то, чтобы быть как все. Братья вместе с ледж-хоккеем начали заниматься. Они оба в составе чебоксарской команды «Адл». Уже побывали на соревнованиях в других российских городах. Мы ездили в Сочи, Казань и в Саратов. Иногда первое место, когда я был в больнице. А так-то второе занимал. Полка достижений братьев выполняется стремительно. Илья также начал коллекционировать шайбы тех команд, с которыми сражался. Мальчик учится в чебоксарской спецшколе для детей с ДЦП. Очень любит читать книги. А еще увлекается керамикой и ходит в кружок гончарного искусства. Любимые персонажи для лепки – сказочные птицы и драконы. Он им даже придумывает имена и истории. Вот я лепил дракона и решил, какой же мне цвет подобрать к нему. И решил, так как люблю фиолетовый, конечно же, взял фиолетовый и нарисовал его. Для того, чтобы закрепить и улучшить успехи мальчика, ему необходимо продолжить занятия в Институте медицинских технологий. У Ильи нарушены функции мышц с обеих сторон. Больше ног, чем рук и лица. Благодаря лечению тонус мышц снизился. Увеличился объем движений и подвижность в суставах. Улучшилась опора на ноги. Мелкая моторика пальцев рук. Илья нуждается в восстановительном лечении. Коррекции тонуса мышц. Увеличение двигательной активности и мелкой моторики. Улучшение координации движений и равновесия. Его надо научить самостоятельно передвигаться и социально адаптировать. Стоимость лечения 199 998 рублей. В семье таких денег нет. Помочь Илье просто. Нужно отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они на сайте Русфонда. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение.